Музыка Сказать спасибо и подарить праздничное настроение. На одном из городообразующих предприятий, Марийском машиностроительном заводе, в преддверии Дня Победы прошло ежегодное чествование ветеранов, фронтовиков и тружеников тыла. Для завода это уже традиция, поэтому праздник был расписан по минутам. На торжестве побывала и наша съемочная группа. По уже сложившейся традиции, в преддверии одного из главных праздников всех россиян, Дня Победы, ветераны ММСЗ собрались здесь, на предприятии, которое стало для них на десятилетия и жизнью, и домом, и семьей. Поступил сюда, меня взяли в 8-й цех регулировщиком. Потом я вечером учился. Здесь при ММСЗ школа мастеров была. Здесь учился три года. Потом в техникум поступил. Пять лет там учился, восемь лет. Работал сначала регулировщиком, мастером, старшим мастером. В правкоме 12 лет, заместителем представителя правкома и начальником отдела до 96-го года. Вместе со всей страной заводчане ежегодно чествуют великое поколение, поколение победителей. Тех, кто вернулся домой, ковал победу в тылу или остался навечно молодым. Это не просто песня, а жизнь, а слова, отрезки судьбы. Целый зал посеребренных старостью голов. У каждого не жизнь, многотомная летопись и горести, и побед. На ММСЗ в 40-х годах работал каждый третий житель республики. Работали много, отдыхали мало, перевыполняли план на 300%. Но юные рабочие не падали духом, даже когда и силы, и терпение были на исходе. Отсюда, с Марийской земли, 21 октября 1941 года на фронт были отправлены первых 100 танковых телескопических прицелов. Потом именно здесь сконструировали первые артиллерийские стереотрубы и танковый дальномер. Завод номер 297, именно так раньше назывался ММСЗ, за период Великой Отечественной выпустил десятки оптических приборов. 15 тысяч новых рабочих было подготовлено на территории края за фронтовые годы. Позже здесь трудились и сами фронтовики. В связи с тканина Емельянова в тылу с легкостью освоила мирную профессию. В завод я пришла в мае 1952 года, работала своей монтажницей, монтировали блоки. Праздничный концерт продолжался около часа. Награды ветеранам, минуты молчания, слезы на глазах ветеранов. Мы склоняем головы перед павшими в годы Великой Отечественной войны, ушедшими уже в эти дни, потому что, к сожалению, становится все меньше ветеранов, ветеранов и свидетелей той Великой Победы. Но подвиг советского народа не должен быть забыт никогда. Они долго сидели за столом, вспоминая былое. Пожелали друг другу крепкого здоровья и договорились обязательно встретиться снова, здесь же, на следующий год. Руководство предприятия идет всегда навстречу, понимая, что это очень важное патриотическое мероприятие. Оно воспитывает заводчан, оно воспитывает молодежь, оно придает значимость этой Великой Победы. Это как неприходящее значение. Поэтому и впредь эти мероприятия будут проводиться. Морийский машиностроительный завод входил и входит в число стратегически важных объектов, обеспечивающих обороноспособность и безопасность страны. Славу заводу принесли зенитно-ракетные комплексы С-300. Несмотря на то, что это разработка 30-летней давности, до сих пор она одна из лучших в мире по тактико-техническим характеристикам. Впрочем, здесь не останавливаются на достигнутом. Завод «Побед и перспектив» в 2016-м отмечает свое 75-летие. Редактор субтитров А.Семкин